Приветствую вас на канале Просто. В этом видео покажу и расскажу вам, как работает искусственный интеллект GPT-3. Мы пообщаемся с ним и зададим ему некоторые вопросы, а также посмотрим его возможности. А перед началом этого видео хочу поблагодарить компанию OpenAI за предоставленный доступ в качестве тестировщика к искусственному интеллекту. OpenAI это компания, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, такие как GPT-2, который был создан в 2019 году, и он является предшественником GPT-3, который был создан в 2020 году. Также в январе 2021 года OpenAI выпустила новый искусственный интеллект DAOLE, который может создавать фото по описанию. Сейчас OpenAI занимается разработкой нового ИИ «Кодекс», который способен писать программы на популярных языках программирования. Все, что вам надо сделать, это описать, что должна делать программа. Цель этого видео – протестировать искусственный интеллект и посмотреть на его возможности. Кто не знает, что такое GPT-3, сейчас я вам это расскажу вкратце. GPT-3 – это авторегрессионная языковая модель, которая использует глубокое обучение для создания текста, похожего на человеческий. Глубокое обучение является частью более широкого семейства методов машинного обучения, основанных на искусственных нейронных сетях, с обучением представлением. То есть, с GPT-3 мы можем разговаривать как с обычным человеком. Итак, давайте попробуем пообщаться с ним. Сейчас вы увидите небольшой отрывок диалога с GPT-3. Как вы видите, он спокойно может отвечать на любые вопросы и на любые предложения. Вы можете с ним общаться как с обычным другом, он будет поддерживать любые ваши темы. Вы можете спрашивать, как дела, что делаешь, какая погода и так далее. Но также вы можете разговаривать с ним на более интересные и важные темы, с помощью которых он будет обучаться. Ну а еще лучше обучить его чему-то. Лично я попробовал обучить его русскому языку и программированию. В итоге он начал разговаривать немного по-русски и мог использовать базовые слова, как привет, как дела и так далее. Как я понял, ранее он уже с кем-то разговаривал на русском, потому что у него был словарный запас. После этого я решил его научить чуть-чуть языка программирования Python. В итоге сейчас он знает, что делает функция print и input. Соответственно, он может в диалоге их как-то применить. И в следующей диалоге, когда с ним кто-то будет разговаривать про Python, он может уже сказать, что вот я знаю вот это. И это я скажу вам очень круто. Искусственный интеллект это такая программа, которая обучается с помощью людей. Поэтому мы должны его чему-то обучить. Конечно, не все могут иметь возможность пообщаться с ним. И с ним могут пообщаться только определенное количество человек. Те, которые прошли отбор и те, которые попали в официальных тестеров. Мы должны обучать его правильным вещам. И тогда в будущем он сможет помогать нам заменять какие-то работы или быть хорошим помощником. Вы наверняка спросите, где можно его применить. Так вот, сферы применения очень разные. Его можно использовать как хороший помощник, который будет вам отвечать на какие-то вопросы. Или поддерживать беседу, когда вам скучно. Он может быть хорошим поисковиком. Так как у него есть свойство искать информацию быстро за считанные секунды. Вы можете задать ему вопрос, и он сразу найдет на него ответ за пару секунд. И это очень-очень хорошо. Мы учим искусственный интеллект сейчас. И он учится того, что мы ему пишем. Соответственно, в будущем он сможет спокойно обучать других людей, которые что-то не знают. Он сможет объяснять английский и другие языки. А также он сможет вам помогать с грамматикой в этих языках. Помимо этого, он, возможно, сможет объяснять и другие предметы, такие как математика, физика, химия, история и так далее. Давайте подведем итоги, где можно его использовать. Его можно использовать в обучении, в самообразовании, а также он может помогать нам как ассистент. Лично я, когда с ним общаюсь, я учу английский. Потому что он может мне помочь подсказать что-то или исправить. Я могу у него что-то спросить, как правильно написать, или как правильно использовать какой-то глагол, например. Он с радостью готов вам помочь, так как он создан для того, чтобы помогать людям. GPT-3 это искусственный интеллект, который находится на стадии обучения. Как я говорил ранее, ему предстоит многому обучиться. Соответственно, из-за этого он еще не в открытом доступе. Не все могут пообщаться с GPT-3, потому что надо пройти специальный отбор от OpenAI. Поэтому у вас есть возможность написать какой-то вопрос для GPT-3, для искусственного интеллекта, прямо в комментариях под этим видео. Вы можете написать вопросы, и лучший из них я выберу и задам искусственному интеллекту GPT-3 в следующем видео. А также подпишитесь на канал, чтобы не потерять канал. И обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео про искусственный интеллект. С вами был, как всегда, Станислав. Всем удачи и пока. И помните, будущее начинается сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok